Всем привет! Мы с вами снова в магазине IKEA Нижний Новгород. Сегодня у нас немного необычный формат видео для нашего канала. Мы будем с вами гулять по IKEA, смотреть новинки, которые поступили за последнее время. Так как их подкопилось очень много и показала практика, что данные видео с новинками вам интересны, мы решили продолжить данное направление. И, кстати, оставляйте комментарии, если вам интересен формат прогулок. Не просто мы показываем подробно, детально определенный интерьер, а просто гуляем с вами по IKEA и я показываю вам что-то либо новое, либо интересные какие-то товары, либо товара которых нет на сайте. Пожалуйста, оставляйте комментарии, мы будем очень рады им. Ну и тогда будет понимание, нужно вам данное направление или нет. Теперь пойдемте смотреть. Значит, мы сейчас с вами находимся в отделе диванов и кушеток. И первый товар, который пока не представлен на сайте, но вернулся в ассортимент, это кресло Stradamon. Кресло в стиле Людовика XIV. Оно пропадало из продажи, его IKEA переставали выпускать. Вот это кресло в бежевом цвете. Сейчас оно стоит 15 тысяч в двух цветах, такой классический шоколадный и бежевый. Кстати, вот у шоколадного будет к нему еще дополнительный пуфик за 4 999, 5 тысяч без рубля. К бежевому, к сожалению, пуфика не будет, но в процессе сказали, что они появятся. Данные кресла очень любимы покупателями. Я сама, честно, очень нежно люблю эти кресла, но, увы, так их... В общем, руки до них не доходят, до этих кресел. Идем дальше. Следующее, что будем смотреть, это диван Frichton. Кстати, новинки по цветам полностью совпадают с креслами Stradamon, которые мы только что посмотрели, поэтому очень удачно можно сочетать. Данный диван тоже пропадал из продажи, его довольно-таки долго не было. И, ну, по крайней мере, покупатели наши, наши клиенты службы доставки Киев-Саранск, очень страдали по этому поводу, так как ценник был хороший и диван вполне приличный за эти деньги. Значит, смотрите, сейчас вот на данный момент на сайте представлен этот товар, это Frichton за 24 тысячи угловой в черной эко-коже. Какой плюс стал у данного дивана, его продают по частям. То есть не целиком весь диван, а отдельно. Можно купить там спинку, в газетку и так далее. Столько же стоит прямой диван, все то же самое. И вот они уже пошли, примеры диванов в ткани, бежевый и коричневый. Они стоят по 20. Сейчас мы с вами более подробно их посмотрим. Артикулы, я думаю, вы увидели. Кому нужно, чтобы заказ сделать дистанционно, например, чтобы там через другие службы доставки заказываете. Так, значит, смотрите, сейчас у нас будет угловой Frichton 20 тысяч без рубля в ткани. Такой же будет и темно-коричневый, ну вот этот вот коричневый цвет. То есть их сейчас фактически получается три цвета. Хочу показать вам более детально ткань. Она такая приятная, комфортная, не жесткая, но при этом плотная. Допустим, там дома в платье в каком-то, ну, с голыми ногами вполне комфортно на нем сидеть, ничего не прилипает и так далее. Приджать, кстати, на нем тоже очень хорошо. Так, давайте вот сейчас покажу вам ценник. 19 тысяч, да, что угловой, что прямой, кстати, стоит одинаково. Хотя, казалось бы, допустим, ну, материалы больше потрачено, разница могла бы быть в цене. Но это политика Икеи. С одной стороны есть возможность сэкономить, да? Так, теперь черно-коричневый, так и хочется сказать. Коричневый цвет, такой же бежевый есть, только уже прямой. Вот цена у него. Давайте теперь саму ткань смотреть поподробнее. Вот видите, да, то есть при приближении камеры ворсинки. Поэтому, если, допустим, там домашние животные, кошки, собачки линяющие, ну, уже проблемы с уходом. Потому что, скажем так, этот диван, кстати, в Икеи стоит где-то, по-моему, неделю-две. Киски собачки по нему явно не бегают. Но уже какие-то ворсинки, шерстинки на него собрались. Пойдемте дальше по отделу диван. Мы с вами пройдем полностью всю Икею. От начала до конца. Идем строго по стрелочкам, ничего не сокращая. Хотя тайные пути перехода в Икеи есть. Мы ими активно пользуемся. Кстати, сегодня довольно-таки морозно на улице, поэтому народу немного. И комфортно погулять. Здравствуйте. С нами тоже поздоровались. Идем дальше. Это отдел стеллажи, витрины, всевозможные модули для хранения, библиотека, стенки и так далее. Это все представлено. И на сайте это представлено. Но новинок пока вот таких определенных не вижу. Тех, которые не представлены на сайте, либо товары, которые отсутствуют на сайте. Это все база, это все продается. На многие товары опять идет снижение цены. Вот сейчас проходим мимо витрин. Эти витрины со скидкой на сайте. Идем дальше. Сейчас плавненько вплывем в отдел рабочей мебели, рабочих кресел. И детально хочу вам остановиться на одном кресле. Оно пропадало из продажи. Но снова вернулось на радость нашим покупателям. Вот это вот кресло. Именно с голубой сидушкой. Значит, это у нас колберг. И низ у него называется спорн. Синий-белый. Стоит оно сейчас 2999. Поэтому все мамы, кто ловили своим мальчикам в детскую голубую стульчику, не упустите возможность, пока они есть. Так как товар все-таки ограничен. И его не так много, сколько его покупают. То есть покупательская способность на него выше, потребность выше, чем их производят и завозят. Предел сильный отдел с рабочими креслами. Обещают, что это все восстановится. Но уже как бы давненько все эти проблемы существуют. Хочу сейчас показать, что осталось из официально рабочих кресел. Именно из мягких. Практически ничего. То есть выбрать нечего. Даже кресла Марин пропали из продаж. Небюджетные. Увы. Идем дальше. Начинаются интерьеры кухонь. Я думаю, мы отдельно снимем такой большой сюжет по кухне. Не конкретно рассматривая, а просто вот так. Ну, что, как эта кухня может выглядеть. Возможно, кому-то это будет полезно. Это у нас уже более детальная отделка кухни. Но здесь у нас пока с новинками туговато. Новых фасадов не появилось. Хотя в ближайшее время тоже обещают. В Икеи всегда так вот этот период. Февраль, март, переходный. Но в это время приходит очень много обновлений. Новые коллекции поступают. Поэтому, я думаю, где-то в марте, в начале мы еще один ролик по новинкам снимем. Потому что, ну, перечень новинок у нас есть. Много чего еще не поступило. То, что будет поступать из летней коллекции, ограниченной коллекции, которые весной выпускают. Так, дальше это у нас идут стульчики. Мы сейчас в отделе гостиной находимся. Столовая. Не гостиной, а столовая. Стулья, столы, табуреточки. Сотрудники, сидящие на столах. Видите, Икея пустая, да? Было морозно. И вообще, кстати, в будний день Икею гораздо лучше посещать. Особенно, если у вас маленькие детки. Так, стой Ингатор. Пока шла, наткнулась на него. Что показываю? Цена ниже. Вот видите, то есть хороший массивный круглый стол с приличной скидкой. Скидка 4 тысячи. Поэтому, кто давно на него положил глаз, обратите внимание, что есть сейчас такая скидка. Причем, это не кратковременная акция, а теперь цена ниже. Значит, Икея смогли снизить затраты на данный товар и уменьшить его стоимость. Сейчас мы с вами идем по отделу спальни, кровати, матрасы. Небольшие интерьеры спален, как это все может выглядеть. Здесь стоят все-все кроватки, которые есть в Икее. Ну, соответственно, при личном посещении можно на всем этом посидеть, полежать, потрогать, попробовать и определиться с выбором. Сейчас мы, вот, кстати, спальни, это последний выставочник. Дальше будет масс-маркет, так называемый. То есть, мелкие товары, посуды, ложки-поварешки, детские игрушки, постель и так далее. То есть, выставка мебели заканчивается именно отделом спальни и гардеробов. Проходим к кушетке. Частично паксом захватываем. И попадаем в гардеробы и комоды. Вот именно в этом месте заканчивается выставка мебели в Икее Нижний Новгород. Хотя, в принципе, во всех Икеях обустроены примерно одинаково. Заходим в отдел детской. Сейчас пройдем мимо черной детской в стиле Звездных войнов. По ней у нас будет отдельный обзор. Ждите, он уже снят. И идем по детской. Так, новинка. На сайте уже есть. Хочу показать цвет. Серия Мамут. Опять обновили по цветам. Данные цвета яркие уже были в продаже. Их запустили снова. Сейчас, кстати, стульчики по акции. 700 рублей вместо 900. 200 рублей экономия тоже имеет место быть. Так, смотрите. Совершенно случайно отклилась на такое интересное решение. Это гардероб ПАКС. Стоимость 21 050 рублей. Смотрите. Он представлен в виде двух гардеробов, соединенных между собой. Ну, в середине как бы стеллаж. Хотя все это классический ПАКС. Это 35-я глубина каркаса. Стоимость такая за счет дверей Фордаль. Двери по 4 тысячи каждая. Поэтому спокойно можно уменьшить цену на эту сумму. Потому что это такой красивый белый глянец. Но в детской... Ну, не будете никогда смотреть за дверями так, чтобы дети не повредили, не поцарапали. Поэтому, например, спокойно можно поставить белую вольду. Двери будут стоить 1500 рублей двери. Таким образом, на 7 тысяч уменьшить стоимость данного модуля. Ну, и если потом, допустим, в процессе, когда вот эти все стеллажи под игру, чтобы что-то мелко были не нужны, можно спокойно довесить двери, и у вас получится полноценный шкаф для ребенка, уже подросшего. Идем дальше. Тут, в принципе, особо нового ничего. Пойдемте заглянем в детский текстиль. Знаю, что есть новинки. Такие вот постельки все уже на сайте представлены. Голубенькая, оранжевая. Да, кстати, вот одеялка. Ленаст 110 на 125, белый, серый. Его пока на сайте нет. Вот артикульный номер. Для тех, кто делает заказы дистанционно. Хорошая, плотненькая. Окантовочка, это вот как раз имеется в виду серая. Именно для детской кроватки данное изделие для малышей. Ну, хотя, в принципе, такого даже подросшего ребенка трех-четырех лет спокойно можно укрывать данным одеялом. Полотенчики. Ага, вот еще новое полотенчик. Его нет на сайте. Клеймик 80 на 80, бирюзово-красный. 599 рублей. Описание. Артикульный номер данного полотенца. Ну, само оно белое, красная окантовка. Еще, ага, вот и бирюза, где у нас спряталась. Ну, конечно, такое оно условно бирюзовое, ближе к серому. Ну, клеточка такая нейтральная. В принципе, и мальчикам, и девочкам вполне подойдет. Еще из этой же серии клеймик, только уже с капюшоном и с клепочками. Артикульный номер данного товара. Удобно чем? Детки, которые не любят категорически одевать халатики, вот у меня младшая дочка такая, можно пользоваться такими полотенчиками. То есть, за счет клепочек у вас получается отделение под ручки, спинку вы закрыли, и дальше свободно. Фактически такой халатик своеобразный. Хорошая, махровая, плотненькая, симпатичная полотенчика. Идем дальше. Так, железная дорога. Кстати-то, давайте посмотрим железную дорогу, что есть. В принципе, по наличию-то все, что на сайте есть, все это представлено. Игрушки, зверюшки, любимые мишки по 89. Коврики, постельки. На многие постельки с серией лото сейчас скидки. Либо просто цена ниже, либо по Икеа Фемили. Опять же, обращайте внимание, кто хотел, допустим, приобрести, но вот цена немножко кусалась. На 300-400 рублей вполне можно сэкономить. Все, детский отдел мы с вами завершили. Пойдемте в посуду. Вот, кстати, в посуде новинок много. И летние коллекции еще добавилось. Самар 2018, по которому мы уже снимали обзор. И просто новинки добавились, которые идут вне определенных коллекций. Люблю, когда в Икеа мало народа. Особо ни на кого не натыкаешься. Но посуда это всегда густонаселенный народ, густонаселенный отдел. Так же, как примерно линия КАС. Сковородочки, всякие мелочи. Давайте смотреть, что у нас здесь появилось нового за неделю, что мы не были. Бывает даже так, например, перечень новинок нам присылают в понедельник. Мы уже знаем, что эти товары будут. Приезжаем, хлоп, еще что-то добавилось. Так, полотенце с возможной тряпочкой. Ага, вот новинка. Это не летняя коллекция, просто полотенце. Симпатичные цвета. Такой желтый с бледно-желтым в полоску. И розовый с бледно-розовым. Сейчас поймаю свет, чтобы вам поудобнее было видно. Комплект 299 рублей. Продается набором. Мне понравились данные полотенчики. Ну, по поводу цвета. Ну, оживить кухню, да, весна-лето вполне можно было бы. Ну, фактически, не для вытирания поверхности. Там, ручки вытрать, закрыть этим полотенчиком. Что-то вполне симпатично смотрится. Фартук. Он уже есть на сайте. Но его просили показать, насколько вот эта вот зелень, в какую сторону. Мяту, нет. Значит, вот артикульный номер. Кармашек. Вот сам оттенок фартук. У тебя желтые окантовки не так много цвета желтого дают. Идем дальше. Это мы все уже снимали. Это я вам показывала. Смотрите, хорошая скидка на серию зимней, остатки зимней коллекции. Так, баночки-скляночки. Пойдемте заглянем в салфетки. Знаю, что там точно есть новинки. Вот она, первая новинка по салфеткам. Полоска. Были уже эти салфетки по 59 рублей. Но полоска была не по диагонали, а такая вот горизонтально-вертикальная. Как мне так диагональ смотрится интересней. Пойдемте в подносы. В подносах тоже будут новинки. Такие лукошки. Так, вот новинки. И уже это летняя коллекция. Вот такой поднос стоит 169 рублей маленький. Вот артикульный номер. Самар 2018. И вот такой вот круглый. Большой такой добротный поднос. Мне очень нравится. Ну, цвет там, во-первых. Я уже говорила в предыдущих видео, что любят такие оттенки. Ну, интересный орнамент, согласитесь. Только 499 рублей. Я бы, наверное, вопрос продажи. Так вот, может быть, рублей за 250 взяла. Артикульный номер. Цена почему-то заявлена, что это цельной картон. Вот это мне как бы не ясно. Ощущение пластика полностью. Все-таки это серия кухонная. Можно спокойно мыть, протирать. Этот момент мы уточним. Потом, может, в комментариях дадим ответ. Так, скатерти мы с вами уже смотрели. Мисочки. Здесь все то же самое. Ничего нового не добавилось. Идем дальше. Снимаю я сегодня одна. Без операторов, без помощников. Поэтому иногда могу камеру в сторону увести. Вот, смотрите, следующая такая вот штучка интересная. Это набор стикеров, называется, маркеров. 79 рублей, 6 штук. Что из себя представляет? Резиночки. Их можно надеть на стаканчик. Ну, либо тематическая вечеринка, либо просто деток порадовать. Ну, смотрится симпатично. Стаканчик за 29 рублей. Вот так украсили. Вот они все 6 цветов. То есть это многоразовые. Название, артикульный номер. Для тех, кто заказывает дистанционно. На сайте данный товар пока еще не представлен. Идемте, пройдем через стаканчики кружечки. Сейчас, кстати, хочу показать вам кружку. Знаю, что это новинка, которой нет еще на сайте. Нравится мне этот цвет. Такой нежно-сиреневый. Большая кружка очень. Вот эта кружка. 249 рублей. 480 миллилитров. Сиреневый цвет. Это ограниченная серия будет. Не так долго эти кружки будут продаваться. Поэтому имейте в виду, кому понравилось, поторопитесь. Вот артикульный номер данного товара. Все описание. Ну, интересная кружка. Так что имейте в виду. Не упустите. Это бывает часто, что товар нравится. Потом, потом, потом. А он уже вышел из ассортимента. Его больше не продают. Фужерчики, стаканчики всевозможные. Так, сейчас мы специально для Светланы, по ее просьбе, покажем вот такую вот чашу-вазу для вина. Стоит 1499. Нержавеющая, металлическая. Артикульный номер. Информация, которую нам дает Икея по этикеточке. И сейчас мы ее прям подробно-подробно посмотрим. Вот она у нас. Вот три. Большая такая, хорошая. Блок. То есть, тут все нюансы видно, да? Если мы ее трогать, начинаем руками. Ножка. Вот она каким образом приварена. Места сварки видны. Если это не сварка, а что-то другое, поправьте меня в комментариях. Довольно-таки легкая для такого объема. Брать ее комфортно. Ну, полторы тысячи. Ну, в принципе, я думаю, она стоит того. Вот она в упаковке. Все, что заявлено по ней. Кто-то, я думаю, и для шампанского его использует по назначению. Кто-то в качестве вазы. Ну, я думаю, найдет он такой... Такой предмет найдет место в интерьере. Функциональное. То есть, не только вот как стакан для охлажденного шампанского можно использовать. Так. Идем в отдел текстиля. Вплываем. Это у нас подушечки, чехольчики. Такой декоративный текстиль. Сразу хочу пройти к новинкам. Идемте. Все чехлы на подушке мы снимали в большом обзоре по чехлам. Можно посмотреть. Периодически вот так вот показывать будем вам новинки. Значит, новый чехольчик за 499 рублей. Кудвива. Полосатый. 40 на 65. Плотненький. У него артикульный номер. Полоска такая интересная. Когда хотите освежить интерьер, все-таки используйте полоску. Там много цветов. Дальше. Два вот этих чехла. Сейчас мы с вами их подробно посмотрим. Йоханна 799 рублей. Клеточка такая. Двухсторонний чехол. 65 на 65. Ну, полотно раме. Поэтому ценник такой. Это такой размер. Ну, не бюджетный, скажем так. Чехол. Но симпатично смотрится для определенного интерьера. При том, что вот эти вот, видите, черные иньки перелебелые. Такой молочный. Поэтому мне нравится. Ну, не знаю, конечно, как будет в данной стирке. Так. Сварт Хоам 799 рублей. Бежевый он заявлен. 50 на 50. Здесь уже жаккардовое волокно. Отсюда, соответственно, тоже и ценник такой. Артикульный нонри я вам показала. Видите, здесь много уже переходов черно-бежевого-серого. Но они такие как бы выбитые. Тоже очень достойно смотрятся. Необычный чехольчик. Пойдемте дальше. Эти все чехлы мы вам показывали уже в большом обзоре. Сейчас покажу вам чехлы из летней коллекции. Полоску именно. Ну, полоску, я уже повторюсь, да, освежает очень интерьер. Вот такие вот чехольчики. Самар 2018 по 199 рублей. Первый у нас зигзагообразный. Он что с одной стороны, что с другой будет одного цвета. Такие вот полоски симпатичные. Ну, то есть, если, допустим, у вас там детская в розовых, в оранжевых, в тонах, в желтых. Берите такой чехольчик спокойно. Просто эта полоска будет ярко выделяться. Именно определенная. Видите, да, то есть нестыковка полоски идет. Ну, ценник соответствующий. Тоже хлопковый чехольчик. Стоит всего 200 рублей. Вот эта полосатость вся. Плотность. Рельеф видно, я думаю, хорошо. Следующий чехол. Самар 2018 уже просто в полоску. Здесь широкая полоса. Ну, единственное, конечно, я бы черный не стала добавлять. Хотя, тоже, думаю, имеет место быть, потому что все-таки какие-то черные элементы мебели всегда присутствуют. Видите, у него уже полотно не состыкованное, а просто одним куском. Поэтому нет вот этой вот разношерстицы по полоскам. Вот эти чехольчики. Вот они в упаковке. Такие вот симпатюшки. Пойдемте дальше. Сейчас посмотрим, что есть нового в пледиках. Ага, до пледиков не дошли. Вот у нас подушка в горошек. Артикульный номер. Скагорт. Частенько такие подушки в Икеа возникают. Перед этим было в клеточку. Кто участвовал в распродаже зимней, помнит по 139 рублей. Вот эта вот подушечка вышла из ассортимента. И на замену вот такой черно-белый горошек пришел. Такую цветастость мы вам уже показывали в обзоре новинок. Пойдемте в пледиках. Посмотрим, что у нас новенького появилось. Видите, не дошли мы еще к красно-белому пледику. Он сейчас со скидкой 399. Хочу показать вам вот такой вот. Он все-таки детский, но очень нежный, мягкий флисовый плед. Спать под ним прямо вот удовольствие. У нас такой уже есть. Мы потестили. Один пока плед купил, нужно покупать второй, потому что дочки дерутся из-за него. Каждый хочет спать именно под ним. Вот он, артикульный номер. Цена. 699. Конечно, было бы еще со скидкой. Вообще бы замечательно было, но даже эти деньги вполне достойны. Плед за эти деньги. Еще кое-что из скидок нам попадается. Быстро-быстро бегу. Пойдемте дальше. Мы прошли, кстати, только еще половину. Обзор будет большим. Надеюсь, что он будет для вас полезен. Досмотрите его до конца. Вначале хотела, чтобы мы его сделали по частям, но сейчас я думаю, что, наверное, нет. Мы будем общее делать. Так, дальше. Виван. Это серия не ограниченная, это какая-то летняя, но по цветам они именно вышли к летней коллекции приуроченной, поэтому продаваться будут в тот период, пока продаются летние коллекции. Это вот такие вот желтые. Вот вся информация. Да, это занавеска с полиэстером, но если хочется обновить интерьер, чего-то такого легкого, полупрозрачного, не сильных таких тяжелых шторм, у Виван оптимально. Кстати, я не очень люблю эти Виван, но вот именно в этих цветах он мне нравится. Видите, такой прям нежненький. В темных тонах он как-то трапочка какой-то смотрится. Гордины. И идем к коврикам. В ковриках есть новинки. Нас просили показать определенные. Сейчас мы их... Ага, вот они, кстати. Пойдемте посмотрим. Это, как ни странно, пластиковые коврики. Я пока не могу понять применение. Это тоже все летняя коллекция 2018. 2018, они все по 699. Видите, тоже зигзаг, как в чехольчиках. Полоска будет. Артикульный номер товара. Такой вот он, серо-черно-голубой. Ну, прям вот именно пластиковый связанный коврик. Куда-то на веранду его стелить. Ты не знаю, подскользнешься на нем, наверное, пожалуй. Пока не могу понять применение. Кто уже пользуется активно такими ковриками, потому что Икея выпускает их каждый год, пожалуйста, поделитесь в комментариях. Так, оранжевый я вам показала. И такой вот черно-белый. Серый. Тоже 699 рублей стоит. То есть они все одного размера, одной цены. Так, идем дальше. О, нравится мне этот коврик. Появился он тоже буквально неделю-две назад. Из серии латон. Стоит он у нас 699 рублей. Кругленький такой хороший коврик. Вот у него ценник. Знаете, что напоминает? Даже не напоминает, а раньше такие коврики бабушки вязали. У меня бабушка в деревне на Урале вязала такие вот круги. Их называли кружки. Их стелили везде. Их из остальных старых каких-то вещей делали. Сейчас видите, вполне такой интерьерный, симпатичный коврик. Симпатичный ковер, что сказать. Кому нравится, к интерьеру подходит. Я думаю, останетесь довольны. Шкурка черно-белая. Из живой коровки. Ковер персидский, ручной работы. Подплываем. Потому что шикарная, конечно, вещь. Необычная. Ручной, шерстяной. Но я пока не готова. Такой ковер. Так, покрывало. В покрывалах. Да, есть новинка. Пойдемте. Вот это новинка. Ну, как новинка. Серия, да, внешняя. Индира. Хорошие хлопковые покрывало. Поменялись цвета. Яркие цвета ушли. Теперь вот такой вот серый. Кстати, обратите внимание. Значит, у больших покрывалов. Раньше размер был 250. 250. Сейчас 230. То есть 10 сантиметров покрывало скушали. Но оно, я думаю, лучше. У меня есть такое большое, маленькое, большое, очень большое. Бежевый. Такой классический бежевый. Темно-бежевый все-таки больше. И синий. Синие. Цвета прямо вот такие вот настоящие. Не полутонами. Индира зарекомендовала себя хорошо. Единственное, что. Если у вас щеночек есть, мелковозрастный, который только расти начинает, слопает. Вот у нас покрывало дно пострадало. Большая дыра. Теперь думаю, что с ним сделать. Так, постельки. Сейчас посмотрим, что у нас нового. Какие мы вам не показывали. Так, пертерута зелененькая появилась. Эта постелька тоже давно, только обновился цвет. Хорошая, хлопковая. Вот он артикульный номер. Ценник сейчас на Бертруту хороший. Снижение цены идет на все комплекты из этой серии. Так, рядом у нас висит подру вива. Здесь уже другая ткань. Другой дизайн. Веревочки и так далее. Тоже симпатичный цвет. Кому что нравится. Вот они рядышком. То есть видно, да, какая она сколько зеленее. Тоже Бертруту розовая клеточка промелькнула. Ага, вот это вот, 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 новинка. Не так быстро бегаем. Не совсем, конечно, удобно показывать. Поэтому давайте вот так смотреть. На коробочке. Значит, 1299 у нас стоит одна спальная. Сейчас ищем двушку. Есть ли она? Так, двала. Ну, почему-то нету. Ага, вот. Пока искала, нашла вам двалу. Двала ярко-розовая теперь. Видите, вот, бледно-розовая окантовка. И такого цвета сейчас просто не у серии двала. Вот они рядышком. Сам комплект такого ядрёно-розового. Ну, фуксия всё-таки это как ни крути. Хотя мужчины, может быть, скажут, что это розовый. Но женский взгляд немножко по-другому по цветам настроен. Дальше это всё уже было. Это товар, который есть на сайте. Проходим. Сбоку у нас проплывают чехлы. Ну, эти чехлы на матраснике. И в отдел ванной. Здесь тоже представлены небольшие интерьеры по ванным комнатам. Сотрудник работающий. Полотенчики всевозможные. Полотенцы я вам уже новинки показывала. Они были в видео новинки лета. Так, скидочки всевозможные. Но это всё на сайте есть. И поэтому понимаю, что мы ещё не всё так прошли. А идём мы уже, пока камера мне показывает полчаса. Поэтому на скидках останавливаться не буду. Сейчас, кстати, молодцы. Всё на сайте быстро показывают, публикуют. Не задерживая. Нет такого, что товар выпустили. И он там долгое время усолится в магазине. А по факту никто не знает. Особенно дистанционные покупатели. Отдел свет. Ну, отделу свет нужно отдельное видео уделять. Мимоходом его никогда не приближишь. Пойдёмте смотреть коробки. Коробки появились новые. Всевозможные. Сейчас покажу вам коробочку, которая очень хорошо подходит к калаксу. При том, что по деньгам она такая вот адекватная. Из натуральных материалов. 699 рублей стоит. Так, ладно, дальше интриговать не буду. Пойдёмте, покажу уже вам её. Так, вот она. 699 рублей. Гнаббас. 32-35 на 32. То есть это размер ячейки калакса. Это у нас наружу плетёные. Были такие же подобные коробки. Мотопы, если я не ошибаюсь в названии. Внутри она чёрная тканевая. Ну, как обычно, да. То есть это тот уголок, как они все складываются. Без замка. Если, например, серия скуб рядом, там замочки. А здесь нет замочка. И она должна быть где-то в стеллаже. Вот он, стеллаж. Вот как это выглядит. Почему так заранее подробно про неё начала говорить, да, даже ещё не подойдя к ней. Рассматриваю себе. Новинка, когда увидела её в перечне, мне понравилась. Интересно смотрится. Необычно. Видите, чуть по глубине, да, как бы она входит вовнутрь. И остаётся место в калаксе. Пойдёмте дальше. Кстати, появится скоро серия Ела. Такие вот гладкие коробочки, картонные, с элементами металлическими. Будут в цветочек, если я не ошибаюсь. Сегодня новый нам прайс с новинками ещё дали. Те товары, которые скоро поступят. Велосипед на стене. Так, вот это альтернатива серии скуб. Белый в клеточку. Стук называется, скуб, стук. Интересное название, да? Она белая с голубым, только в одной расцветке. Три модельки представлены. То есть, большая сумка, малая сумка. И такая вот среднего размера высокая сумка за 499 рублей. Давайте подробно её рассмотрим. Размеры, цена, артикульный номер. Замочки. Вот такие вот хвостики. Мне понравились вот эти хвостики. Ускобы просто петелька. Я их отловывала со временем. А здесь тряпочку. Ну, как-то сложнее, да, её вырвать. Вот смотрите. Вот бок, да? Ну, очень поликарбонат. Напоминаю, сейчас как-то камеру попробую сделать, чтобы вам тоже было видно. Это вот мне интересно. У кого, кстати, в эксплуатации уже данной серии есть, поделитесь, как вот там, не мнётся, не ломается ли. Потому что у скоба, ну, как бы, ну, да, прародители этой серии, там другое. Там каркасик, ткань, а здесь прямо вот настоящий поликарбонат. Только тоненький. С другой стороны он тоже. Всё то же самое. То есть, они со всех сторон-то как бы усилены. У больших сумок также. Вы же, вот скубы, да, то есть, у них такая вот гнущаяся, более гнущаяся конструкция. Так, хранение. Идём по нему. Заканчиваем уже идти по отделу хранения. Идёмте в оформление. В оформлении много новиночек. Много чего вам есть, что вам показать. Сначала давайте заглянем в свечки. Так, вот это вот опять голубое-розовое, да, то есть, вся летняя коллекция под этот цвет. Давайте вазу покажу. В прошлом видео нам в новинках наши подписчики сказали, что я не уделила внимания этим вазам. В этот раз уделю. Это серия Стокгольм. Стокгольм 2017. Вот такая вот ваза-кувшин. Полтора литра в синем цвете. Стоит 799 рублей. Переходы цвета видно даже на видео. Вот артикульный номер у неё. Такая вот она голубая, тёмно-синяя. И вот эта вот ваза уже не новинка за 599. Да, серия не бюджетная, но такая добротная, красиво сделанная. На любителя, скажем так. Если интерьер не подходит, то нет смысла тратить на неё деньги. Но это, опять же, моё мнение. Ваше может быть другим. Свеча. Свечи розовые. Деглеген. Не ароматическая. Но такой красивый, приятный цвет. И вот такая вот мята-голубовато-зелёная. Числится она вообще как зелёная. У нас уже оформители наши заказывали в Саранске. Была уже такая свадьба в таком мятном стиле. Так, подсвечники. Ну вот, новинку. Выкопали. Керамика. Такой тоже тяжёленький, основательный. Артикульный номер товара. Каменная керамика с покрытием. Ну, как вот. Да, хорошо. Ну, разобьётся, мне кажется. Ну, опять же, если аккуратно пользоваться, то будет всё в порядке. Это уже на сайте есть. Цветочки и лепесточки. Так, что у нас дальше? Тарелочки. Ага, вот тоже новая свечка. Такую свечку мы ещё не видели. И на сайте её нет. Фриск Хет. Горный воздух. 299 рублей. Ну да, пахнет такой вот свежестью. Полосочка. Слушайте, одна свечка 300 рублей. Вот она. Такую вот полоску. Ну, основательную. Скажем так, в распродаже можно было бы купить, наверное. Так, лук льняной. Ариэлем пахнет. Вот прям реальным порошком пахнет. По-другому и не скажешь. Тоже 299 рублей. Тюльпанчики с миском. Сейчас мы их попробуем найти. Не в вазе, а именно вот так вот, россыпью. Вот такие вообще хорошие цветочки. Я думаю, по ним тоже нужно будет снять отдельный обзор, детальный по каждому. 99 рублей вот такой тюльпанчик. Такой вот сиренево-лавандовый цвет. Слушайте, ну реально как живые выглядят. Ну, конечно, если муж придет с букетом таких искусственных тюльпанов, наверное, никто не вдохновится, да? А так вот в вазочку поставить. Тюльпанчики же все равно долго не живут. А эти хорошо постоят. Еще букетик. На сайте он уже есть. Тоже серия с миска. Мартикульный номер. Симпатичненько смотрится. У нас уже на пробу заказывали цветочные магазины. Ну, такие букетики сказали, что хотят для оформления их использовать. Вот он. Так вот, я думаю, получше будет его видно. Здесь такие разные оттенки зеленого. Свечки я вам уже показывала. Вазочка. Вазочку я еще не видела. 699 рублей градвис. Ну, такой кувшин напоминает греческий. Розовый. Такой пудровый розовый оттенок. Такой рельеф у него. Вот она в руке у меня. Горлышко. Горлышко видно уже, да? Намного. Сейчас попробую цвет поймать, чтобы было... Ну, вот более-менее реальные цветопередачи. Большая такая довольно-таки вазочка. Кстати, обратила внимание, сегодня их уже везли в корзинках. Папайя новая. Вот еще хотела показать. Новый искусственный цветок. Пион. 499 рублей. Но он единичный. Такой большой пушистый пион. Кто помнит, кто давние такие любители Икеи. Раньше была Икея кустом. За 800 рублей. У меня этот куст до сих пор живет. Ой, ну много ему. Лет пять, наверное, точно. Периодически мой, и он дальше стоит. Вот такой вот единичный красивый пион. Я думаю, все-таки это актуально будет. Сейчас набирают в моду пионовые свадьбы. Потому что наши оформители периодически к нам обращаются. Нам нужны искусственные пионы. Это артикульный номер. Мы их, я думаю, порадуем, что появились такие вот пионы. Потому что живые все-таки это... Это сложно. Фонарики мы вам уже показывали. Пойдемте пробежимся все-таки быстренько. В данное время мы уже так... Видео я вам уже затянула. Но хочу показать некоторые цветочки, которые появились новенькие. Так, давайте сейчас искать, смотреть, что к чему относятся. Такой вот симпатичный цветочек. Непонятное название. Сейчас по стенду будем смотреть. Вот. Ну, такие как бы бутончики, что ли, да? Такой приятный оранжевый цвет. Прорезиненное основание. Так, давайте найдем... Ага, вот он. Тоже с миска. Вот артикульный номер. 73 сантиметра. Все описание по нему. Все-таки цветочки в Икеи достойные. Ну да, местами бывает ценник завышен. Ну, я думаю, нужно сравнивать с другими магазинами. Либо... Опять же, любимые слова. Распродажа розы. Розы, они, кстати, шикарные, искусственные. Смотрятся очень достойно, повторюсь. Опять тавтология у меня. Красный такой, яркий, насыщенный. Вот, ну, фактически, да, как живую розу в руках держишь. Да, вообще, вот, я думаю, видно, что... Камера все-таки фиксирует. Как выглядят цветы, да? Пионы как будто настоящие. Вот они маленькие розочки. По 249 рублей. Пять розочек поставить. И будет всегда такой букет стоять дома. Как будто живые. Вот она, новая вазочка. Кстати, вот такая вот новинка. Честно, пока непонятно для чего. Набор коробочек называется. 999 рублей. Стеклянные. Значок, который на них изображен, это значит, что ручная выдувка была. Не знаю, безделушки, что ли, какие-то складывать. Ну, все-таки интерьер. Поэтому что-то интерьерное. Такого глобального функционала не несет. Вазочки. Уже все есть на сайте. Все представлено. Часы. Пойдемте посмотрим. Должны быть новинки по часам. У нас в прайсе они были. Так, вот такие вот классические часы за 700 рублей. Металлический циферблат у них. Такой классика, да? То есть это либо банк, либо брокеры. Вот такие вот часики используют. Вот это вот хочу остановиться. Часики. Ну, интересные все-таки часики. Без цифр. Не люблю часы без цифр. Но это моя, как бы, такая вот заморочка. Столпа. 1699. Давайте смотреть вообще, за что просят такой ценник. Ага. Видите, да? То есть я дотронулась раз. Свет. Сейчас дождемся, когда погаснет. Покажу подробнее. Вот, погасли. Видите, да? Оп. Да, уже сбились. То есть они, как бы, получается, реагируют на движение. Потому что я, как бы, не сильно дотронулась до них, а рукой махнула рядом. Вот, кстати, показано все это на коробке. И, конечно, какой может быть вариант цвета. Ну, конечно, как ночник использовать не получится, как на картинке на пиво нарисовано. Но, тем не менее, с подсветочкой часы. Так, здесь у нас что? Тоже стоит 1700. Панереро. 24 сантиметра. Много-много мелких цифр. Ага. От 1 до 60. Ясно. Значит, как бы, круг получается, как бы, ну, секундную, да? Показывает все. Подсветки нет. Сколько сначала не нашла. Так. Ищем их в коробке. Вот эти часы. Рамочки. Рамки новинка. Алюминиевые, но мы их уже привозили. Их уже начинают покупать. Достойно, добротно смотрится. Тонкая такая окантовка. Можно с паспорту, можно без паспорту использовать. Вот размеров, сами видите, много. Пойдемте еще по рамочкам пройдемся. Есть еще пара новинок, на которых хочу остановиться. Тоже уже есть на сайте. 299 рублей. Такой классический коричневый цвет. Нет, черно-коричневый. Вот он классика коричневый, ясеневый оттенок. Вот они. Видно, да? Прожилки дерева видно. 169 рублей 13 на 18 стоит. Есть такая же береза. Слушайте, меня такое вот смутное сомнение терзает, что они заменят рамки риба. Вот она тоже ховста 23 на 23. Видите? Там уже разошлось. Хочу с рибой сравнить. Потому что риба все-таки подобротнее смотрится, побогаче, что ли. Вот. О чем я и говорю. То есть фактически в два раза. То есть цена одинаковая. Риба стоит тоже 299, такой же размер. А рамка сама толще. То есть именно для тех, кто в рамочку вставляет украшения всевозможные. Потому что эту рамку чаще всего для этого берут 23 на 23. Вот это уже не так подойдет. Давайте. Хочу посмотреть, из чего рама-то сделана. За что эти деньги просят. Это ДСП. Ладно бы хоть массив был. Так. Барышня. Еще рамочки. Смотрим, что еще есть из нового. Постеры. Пойдемте постеры посмотрим. А видите, есть постеры. Ага. Вот такой вот кактус. Твилик. Артикульный номер. Мне нравятся теевские постеры. Все-таки такая хорошая печать. Убежала у меня камера. Вот алоэ, да. То есть фактически террас. Ну как раз у нас же вышла в Икея коллекция кактусов. Кактусов искусственных. Поэтому и кактусы тут. Тут у нас абстракции всевозможные. Круги. Тоже, да, кстати, к чему вот подушка вот эта вот прямоугольная. Мы с вами пробегали мимо. Артикульный номер. 50 на 70. Тоже большой постер. То есть постеры чаще всего перекликаются с серией, которая выходит с тематикой. То есть просто так постеры не выходят. Так. Здесь постеры еще есть. Давайте все посмотрим. Вот, смотрите, постер нашла. Такой из трех картинок. Машины, едущие к морю. Опять же, кактус. И море. Ой, сейчас бы на пляжике полежать. Такой вот. Нет, даже он четырех. И просто слава. Это уже серия билд. Артикульный номер. Так. Сейчас еще поищу. Это уже было. Ага, вот еще один нашла. Это такие вот барышни сидящие. Такой черно-белый. Ну и с яркими акцентами. Да, шляпка, перышко. Тексты. Снова барышни. Только уже здесь не шляпка, а зонтик красный. Тоже серия билд. Вот артикульный номер. Своеобразный постер. Ну, я думаю, найдет тоже свой интерьер. Ставим на место. Так. Что у нас еще? Ага, тоже новинка. Это здесь уже, получается, три картинки за 399 рублей. Три штучки. Артикульный номер. Пальмы. Закат, то ли рассвет, непонятно. Сейчас разверну. Одной рукой не особо удобно. Слова. И такой пирс, да, спокойное тоже море. Ну, лето. Уже и картинки такие летние начинаются. Возвращаю его на место, попробую еще поискать что-то, может быть, есть из постеров новых, чтобы вам показать. Так, ага. Вот, что я еще нашла. Тут типа орхидеи. Такой красивый куст. Куст растения. Кстати, кто знает, что это за растение, напишите в комментариях. Опять, ну, неудобно одной рукой открывать, реально. Вот название, артикульный номер. И с другой стороны тут получается вот такая абстракция, такие вот полочки есть. Ребята, извиняюсь, что камера прыгает у меня туда-сюда, но просто неудобно, чтобы не уронить ничего, ни постера, ни камера. Приходится вот так вот прыгать. Так, это уже было. Следующее смотрим. Город вот такой. Сейчас поймаю, разверну. Дорога. Ну, это в Нью-Йорк, да? Черный красивый постер. Односторонний. Билд. Артикульный номер. Он уже большой. Для него нужна хорошая большая рама. Возвращаем все это на место. Представляю, как у вас будет кружиться голова в этот момент, когда вы будете смотреть видео. Я не люблю, когда все прыгает, но... Может быть, ребята что-нибудь придумают, смогут вырезать. Хотя болтовни тут мои много, вырезать будет сложно. Картины. Это не новинки. Все уже было. Так, вот такая вот новинка. Ага, это не только рама, это уже рама с постерами идут. 1999 стоит. Кнопок. Так, 8 рам. Рам из паспорту. То есть, можете использовать вот эти вот базовые постеры, которые вставлены. Либо можете поменять. Вот они всех всевозможных размеров. Так, дальше у нас что? Картина. Лес такой. Холост. Хорошие печати киевская. Не знаю, конечно, на камеру передастся или нет. Пиксели, вот как будто точки какие-то видно, то ли это так задуманно. Ну, что немножко вот этого не поняла. Значит, вот у нас артикульный номер, описание. Ну, и, соответственно, рама к этой картине продается отдельно. Имейте это в виду. А, Лунда. 1700. Горный пейзаж. Хорошо перекликается вот с кнопингом. С постерами в рамочках. Так. Это у нас уже старые картины. Старые. Такой вот маяк. На самом деле, печать у Икеи хорошая. У нас картины висят в офисе давно. Очень кто бы увидели такие абстракции яркую. Поэтому вполне достойно. Ну, и картинку тоже выбирать надо, да, соответствующую. Есть какие-то своеобразные картинки на любителя. Тоже скидочка. То есть можно сэкономить тысячу. Почему бы и нет, если картину хотели давно купить. Так. Здесь все у нас уже было. Ну, сейчас посмотрим, может быть, что-то новое есть. По зеркалам все то же самое. Пойдемте искусственное растение глянем. И кашпо хочу вам показать. А, да, пока шла. Вот, смотрите, там мат. Распылитель 69 рублей. Бирюзовый и розовый. Ярко-розовый. Ну, такой матовый и розовый. И вот он, бирюзовый. 69 рублей тот и тот стоит. Ой, наоборот. Держу бирюзовый, перед этим показывал артикул розовый. Вон, в общем, вначале. Бирюзовый, потом розовый. Так. Кашпо. Сокер. Видите, как хорошо цвета переплетаются, да? То есть вроде бы коллекции-то разные, ассортимент разный. Это нисколько не серия лет 2018 Самар, но цвет совпадает, вполне можно такую красивую композицию сделать. Сокер вообще хорошо, кстати. Покрытие такое достойное у них. У меня белые кашпо такие, на подоконнике давно стоят. Ничего не выцвела. Так, еще один томат я вам нашла. Зеленый, желтый. Но больше всего такой грязный, зеленоватый, желтый. Тоже 69 рублей. Неплохие у них распылители за эти деньги. Мы вот используем не совсем по назначению. Ванилин. Распиляем от комаров, от мошек, когда на даче находимся летом. Так, давайте дальше посмотрим, что еще есть. Еще есть сотеры разных размеров. Вот он за 229 рублей с сотер ведерком. Кактусы я вам уже показывала. Эти кактусы уже начали заказывать. Симпатично они так смотрятся. Особенно для тех, кто не умеет выращивать таких, как я. Ой, не могу не удержаться. Вот эта вот леечка сокер. Я вам в прошлый раз голубенькую показывала. Сейчас розовая. Ну, такая вот она мимишная, да, как сейчас говорят. Оттенок красивый. Яркая такая вот розовая, летняя. Вот. Ну что. Практически все. Вот еще одна лейка за 79 рублей. Из серии Икея. Артикульный номер. Плотненькая. Беленький. Беленький такие еще есть. Ну что, друзья мои, все. Прогулку мы с вами завершили. Сейчас поворачиваем на склад. Иду убирать оборудование, чтобы не повредить. Пойдемте немножко. Проведу вас по складу. Спасибо, кстати, всем, кто досмотрит данное видео до конца. Но на самом деле получается большим. Сейчас вот по камере смотрю. Уже 55 минут с вами гуляем. Почти целый час. Жду ваших комментариев, отзывов. Может быть, что понравилось, что не понравилось. Критику воспринимаем любую. Кстати, смотрите. Вот такие вот изменения сейчас происходят на складе в Нижнем Новгороде. Появились нулевые ряды. Так. Вот. Давайте еще стол покажу. Имейте в виду, кстати, что хотела сказать. Летняя коллекция, летняя мебель в этот период только начинает поступать. Но прошлогодние коллекции со скидкой идут. Вот такой вот стол. 1999 сейчас стоит. Можно сэкономить. Вот так вот выглядят нулевые ряды. Там вот ребята сотрудники сидят. Все. Ну что, еще раз всем спасибо за внимание. Пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok